Спасибо огромное за предоставленную возможность. Для меня всегда большая честь выступать в Казанском привозском федеральном университете. Это замечательный университет. Сегодняшняя лекция посвящена географическим представлениям древних греков, прежде всего, Фукидида, основателя истории как науки. Вы знаете, что история невозможна без географии. Не случайно во многих странах историю и географию изучают как в едином цикле. И очень важен географический фактор. Поэтому я сначала вам хочу показать таблицу с сравнительной площадью греческих островов, Эгейского моря, полуострова Пелопонез. И дал площадь Татарстана, Казани, чтобы вы понимали, на каких пространствах развивалась древнегреческая история. Проблема расхождения географии физической и географии политической нам вполне понятна. Взять хотя бы Крымский полуостров, который уже во второй раз за последние сто лет оказывается де-факто на положении острова. Так произошло и во время Гражданской войны, чуть менее ста лет назад, при Врангеле. И тот первый период нашел художественное отражение в знаменитом романе Василия Аксенова «Остров Крым». Да и нынешняя ситуация намекает жителям Крыма об их де-факто островном положении. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет построен Керченский мост. Ну, понятно, что ничто не ново под луной, и многосуверенный мир греческих полисов может дать нам много подобных примеров. Древняя Греция, но Эгейский мир имел свою ярко выраженную островную специфику. Острова составляют около 20% площади современной Греции. А поскольку древнегреческий мир включал в себя и остров Сицилию, и остров Кипр, пропорция была заметно выше в древности. Ну, древнегреческий историк Фукидид, основатель научной историографии, достаточно часто, около полутора сотен раз, использует в своей истории, написанной в конце V века до н.э. Слова остров и островитяне. На первый взгляд, остров по-гречески – Несос, островитяне – Несиоты. На первый взгляд, подобное словоупотребление кажется достаточно тривиальным. Как и для других греческих авторов, остров – это суша, окруженная водой, а островитяне – обитатели этой суши. И, конечно же, большинство упоминаний островов в истории Фукидида носит тривиальный географический характер. Например, Ксеркс лишил свободы города на материке. Впоследствии Дарий с помощью финикийского флота покорил также и острова. Фукидид, как и его предшественник Геродот, одним и тем же словом Несос, называет и острова на море, и речные острова. Маленький, но часто необитаемый островок Фукидид называет Несидиум. На острове может располагаться либо один, либо несколько полюсов. Так, на острове Накефалении было на четыре полюса. Впрочем, остров может приобрести и нарицательный смысл. Так, остров Сфактерия стал для спартанцев символом постигшего их несчастья в Пелопонесской войне. Это маленький островок, примыкающий к Пилосу, в Пелопонесе. Вот как пишет Фукидид. «Кроме того, неперерывные удары судьбы, неожиданно обрушивавшиеся на спартанцев, совершенно ошеломили их, и они находились теперь в вечном страхе, как бы их снова не поразила такая же беда, как на острове». И предпосылкой Никиева мира 421 года до н.э. было то, что спартанцы потерпели на острове поражение, которого они никогда не испытывали. Но, таким образом, Сфактерия стала для спартанцев островом с большой буквы. Никакого пояснения к этому слову уже не требовалось. И спартанская боязнь островов продолжалась достаточно долго, вплоть до IV века до н.э. В данном случае уже проявляется военно-политический оттенок островного положения. В первой части своего труда, в первой книге, в археологии Фукидида встречается и порядком подзабытое отношение к островитянам, как к разбойникам и пиратам. Разбойниками были островитяне, пишет Фукидид, корейцы и финикийцы, поселения которых находились на большинстве островов. Но подобное отношение, с точки зрения Фукидида, было характерно для героико-мифологического прошлого и никак не влияло на современную историку действительность. Да и в этом далеком прошлом материковые правители могли, ну, подобно знаменитому царю Агамемнону, влавствовать над тьмой островов. Наконец, еще одно значение слова «остров» в наибольшей степени актуально и отражает политические реалии конца V века до н.э. Вообще известно, что острова составляли значительную часть афинской морской державы, афинская арха. Лидер Афин Перикл говорил в одной из своих речей, что у нас много земли на островах и на материке. Спартанский царь Архидам выразился еще более определенно. Большинство афинских союзников – островитяне. Острова рассматриваются как территория, над которой афины осуществляют свое господство. И, соответственно, островитяне – как подданное афинской архе по определению. Примеров тому можно привести великое множество. И прежде всего знаменитый Милосский диалог, в котором афиняне недвусмысленно заявляют милоссом. «Мы господствуем на море, и вы, как островитяне, должны нам подчиняться». В речи афинского посла Ефема есть характерные слова, свидетельствующие об уверенности афинян в легком подчинении именно островов. Некоторые же островитяне, хотя еще свободные, но их легко покорить, но хотя их острова расположены в важных пунктах для действий против Пелопоннеса. Афиняне полагали, что островитяне должны по определению им подчиняться и более опасались никому не подвластных островитян, нежели жителей материка, которые еще долго будут медлить с мероприятиями для защиты своей свободы. Причина подчинения островов афинянам – то несиотикон – островное положение. Вот как пишет Фухедит. «Из островов на западе около Пелопоннеса жители на Кефалене и Закинфа, хотя и независимы, аутономы, но из-за своего островного положения, более других, но подверженные нажиму афинян, были вынуждены присоединиться к ним ввиду господства последних на море. Идеологическое обоснование подчинения островитян – их слабость, склонность к подчинению, неспособность самостоятельно отстаивать общегреческие интересы. Афинский посол Евфем заявлял, что афинь не подчинили своей власти ионийцев и островитян совершенно справедливо, поскольку последние не имели мужества противостоять персам и поддержали их в войне против грехов». Соответственно, враги Афин считали островитян слабым звеном афинской археи. Спартанский полководец Гелиб, обращаясь к сицилийцам, числил островитян среди ионийцев и прочего сброда, как он выражался. Когда же положение афинских сил в Сицилии стало критическим, критическим Гелиб пытался добиться сдачи прежде всего островитян и велел объявить через Глашатая, что островитяне могут, если пожелают, переходить к ним на условиях сохранения свободы. Афинский же полководец Никий, напротив, стремился поддерживать гордость островитян, тем более, что островитяне составляли, если не основу, то значительную часть афинского войска. Действительно, если мы, аргостцы, мантинейцы, афиняне и главные представители островитян теперь объединились, неужели каждый из нас не должен быть уверен в победе? Похоже, что островитяне составляли значительную, если не основную, часть афинского войска и в Сицилии, и на острове Мелос. Жители каких островов афиняне преимущественно называли островитянами? Но понятно, что Фикедит выражал именно афинскую точку зрения. В числе союзников островитян острова к востоку между Пелопоннесом и Критом. Между Пелопоннесом и Критом. Ну, я не знаю, показываетесь. Между Пелопоннесом и Ностовом Критом. Ну, вот весь этот кекладский архипелаг. В числе союзников на афине все эти острова Эгейского бассейна, кроме Мелоса и Фера. Это островитяне по-на-афински. Но описание афинской державы по податным округам дается Фукидидам в Седьмой книге. В числе подвластных и данников Афинин находились Эретрия, Халкида, Стира и Карис на Эвбее, а из островов Кеос, Андрос, Тенос, Вионии, Мелет, Самос, Хиос. Когда Алкивиад с персидским сатрапом Тесоферным потребовали отдать персидскому царю всю Ионию и соседние острова, речь шла, очевидно, не обо всех островах, а лишь о приегающих к Ионии. Если бы спартанцы действовали бы решительнее после восстания на Эвбее, то, как писал историк, ну, тогда Гелеспонд, Иония и все острова между Ионией и Эвбеей, одним словом, вся афинская держава попала бы в руки Пелопонессы. Очевидно, что в данном случае Фукидид дает географическое определение основных владений Афины. Клозамены представляли собой особый случай, поскольку находились и на острове, и на материке одновременно. Афиняне, ну, конечно же, были заинтересованы именно в островном положении, ну, клозамены. Все рассмотренные выше случаи свидетельствуют о том, что для Фукидида понятие остров и островитяне могли иметь и имели, прежде всего, политико-географическое значение. Однако, по крайней мере, они не противоречили, ну, собственно, географическому значению, то есть реальному положению островов. Обратимся теперь к примерам, ну, когда географическое и геополитическое, то есть политико-географическое значение, не совпадают. Так, ну, город Скиона... Так. Город Скиона с чисто географической точки зрения находился на материке, на полуострове Нупаллена, крайне западном полуострове Халкидики. Это вот здесь, крайне западном полуострове Халкидики. Афиняне владели Нупатидеей, расположенной на перешейке этого полуострова. Вот они контролировали перешейку. Однако, согласно Фукидиду, обе враждующие стороны, и спартанцы, и афиняне, рассматривали Скиону как островной полис. У спартанцев это сопровождалось оговорками и ссылкой на мнение афинян. Брасит, речь которого Фукидид приводит в пересказе, Брасит, это талантливый молодой спартанский полководец, заявляет, действительно, скионцы, отрезанные на перешейке полены афинянами, владевшими Патидеей, и будучи никем иным, как островитянами, все же добровольно перешли на сторону свободы, то есть спарты, и не стали трусливо дожидаться, пока их силой заставят сделать то, что совершенно очевидно пойдет им на пользу. Но тот же Брасит был уверен, что афиняне последуют за ним с кораблями на помощь полене, которое они рассматривали как остров. Но точка зрения афинян в передаче «Историка» была еще более определенная. После перемирия, я цитирую Фукидида, афиняне не пожелали идти на рис третейского разбирательства и решили немедленно выступить в поход. Они были раздражены тем, что даже и живущие на островах отважились восстать против них, полагаясь на бесполезную для них сухопутную силу спартанцев. Далее, совсем по сценарию, который уже был опробован на жителях Лесбоса, на Митиленцах, по предложению Клеона, афиняне немедленно постановили засхватить Скиону и казнить жителей, и стали готовиться к походу. Таким образом, город Скиону афиняне рассматривали как находящийся на острове и, соответственно, как неотъемлемую часть афинской державы, хотя в действительности Скиона была расположена на полуостре полена. И в данном конкретном случае политическая география, геополитика в труде Фукидида решительно взяла верх над обычной физической географией. Материковое положение Скионы оказалось упраздненным, поскольку афиняне контролировали Нупатидею, то есть перешей к полуострову, и таким образом могли не допустить вмешательства сухопутной державы, то есть спарты, в дела этого крайне западного полуострова. Расправа, учиненная афинянами и нацикионцами, и милоссцами, стала обычным аргументом противником восстановления афинского господства. Уже в IV веке вынуждены оправдываться за родной город оратор Иссократ в Панигирике, это в IV веке до н.э. жаловался, что это обвинение буквально навязло на зубах. Навязло настолько, что даже Эли Аристид, известный оратор, во II веке н.э., это уже в римское время, в Панофинейской речи, велеречиво, хотя и не очень убедительно, продолжал оправдывать деяния афинян. Гораздо более значимо с точки зрения нашей темы и то, что Ариан еще позже, и тоже в римское время, в Анабасисе Александра под влиянием Фукидида тоже приписал Скионе островное положение. Взятие Мелоса из Скионы островных городков принесло больше позора победителем и не было большой неожиданностью для всей Эллады. Мелос – это действительно остров, а Скиона на материке, на полуострове, но с точки зрения Ариана – это тоже остров. Таким образом, с точки зрения политической географии, имперской геополитики, полуостров Полена был на самом деле островом. Но, может быть, есть и обратный пример? Да, такой пример есть. И это Сицилия. Сицилия – остров. Это непонятно. Мозес Финли, знаменитый историк, начинает свою книгу о Сицилии, казалось бы, непререкаемом утверждением. Сицилия – это остров. Что тут можно возразить? Да и сам Фукидид, ну, конечно же, называл Сицилию островом, подчеркивая его уникальность из-за большого числа греческих поселений и определял его размер. Очевидно, преуменьшал их. Путешествие вокруг Сицилии на так гордашнем корабле должно было занимать не восемь дней, как полагал на Фукидид, а более длительное время. С Геродота идет античная традиция считать Сардинию более крупным, чем Сицилия, островом, что неправда. Не все тут просто, как на первый взгляд. Сицилия – крупнейший остров Средиземноморья. Его площадь превосходит площадь всех островов, входящих в настоящее время в состав Греции, и примерно на 20% больше площади полуострова Пелопонез. Для греческого мира Сицилия не могла быть островом в обычном понимании этого слова. Слишком она была велика и многолюдна. К тому же, лишь узкий пролив отделял ее от материка. И само название Великая Греция для заселенных греками областей Сицилии и Юга Италии говорит само за себя. Интересно, что в XIX веке французы считали Австралию островом. Если кто приедет в Париж, упор Руаяль недалеко от Люксембургского сада прекрасный фонтан четырех континентов. То есть без Австралии. Поскольку ее открыли англичане и голландцы, то французам это не нравилось. Австралия рассматривается как континент исключительно из-за ее размера. Характерно, что сам Фукидид называет Сицилию островом преимущественно в самом начале своей книги, описывая в самом начале книги шестой, где он описывает Сицилию. когда он описывает догреческую историю этого острова и ранние этапы освоения. Затем он использует слово остров Несос и страна Г, страна, земля, в перемешку как синонимы. А дальше он предпочитает называть Сицилию не островом, а страной. Называя Сицилию островом, он обязательно подчеркивает его уникальность наличия множества греческих поселений на нем. В речи сиракузского политического лидера Гермократа дается в сущности верное описание Сицилии с точки зрения политической географии. Ведь мы, соседи, живем на одной омываемой морем земле и носим одно общее имя Сикилиотов, то есть Сицилийцев. То есть Сицилия это земля омываемая морем, на которой располагается множество полисов. Фукидид был совершенно уверен, что его читатель не ошибется, не перепутает остров с Фактериус Сицилией, но когда писал большая финская эскадра направлявшаяся в Сицилию была отвлечена осадой острова. А с Фактерией очень маленький остров. Сами же сицилийцы, по мнению историка, ясно отделяли себя от островитян, подчиненных Афинам обитателей Эгейского моря. Итак, когда речь заходит о военно-политических реалиях своего времени, политическая география Фукидиды оттесняет на задний план географию тривиальную, физическую. Полуостров Полена превращается у него в остров, а остров Сицилии превращается в континент. Для Фукидида, как и для других афинских авторов V-IV века до н.э., островитяне – это прежде всего обитатели Эгейского архипелага, входившие в пятый податный округ Афинского морского союза. В более расширительном смысле это все островные и не только союзники Афин, то есть подданные афинской державе. Причем Аристофан идет дальше Нуфукидида, для него островитянин вообще синоним союзника, а Афины один из островов. В современной Нуфукидиду анонимной, то есть у нас принято называть ее псевдо-ксенофонтовой, афинской политеи сопоставляется преимущество и недостатки островного и материкового положения государства. Причем соединительные длинные стены, которые связывают Афины с Пиреем, неизбежно воспринимаются автором как контур, отделяющий некий псевдо-остров от материка. Похожий взгляд на острова характерен и для комедиографа Аристофана, современника Нуфукидида. Почти все упоминания островов Аристофана вписываются в политико-географический имперский контекст. Острова рассматриваются как неотлебованная часть афинской державы и как вочи на афинских демагогах. Во всадниках поставленных в 424 году до нашей эры Демосфен предлагает политическому лидеру, которого называют колбасник, посмотреть вниз на все острова вокруг и уверяет, что все они вместе с торговыми кораблями и тому подобное будут распроданы пришедшим к власти колбасникам. переводчик и комментатор Аристофана Соммерстейн утверждает, что аналогов подобного обзора сверху в греческой литературе нет и находит разве что библейские аналогии. Но одна аналогия, хоть и не литературная, напрашивается. Это вид с афинского Акрополя на Эгину и другие острова в Сароническом заливе, которые прекрасно видны. Но тот же самый колбасник, пытаясь оттеснить демагога Клеона от власти над островами, читает Демосу, олицетворяющему народ афинский, пророчество о Клеоне, которое обвиняется в том, что вылежат миски и острова. Как считают комментаторы, в данном пассаже колбасник обвиняет Клеона в получении денег с островов, попросту говоря, в получении мзды от союзников за снижение суммы фороса, Дания. То, что мы в просторечии называем откатом. И здесь острова вновь рассматриваются как неотъемлемая часть афинской державы. Причем в данном случае по понятию острова метафорически переносится на всех афинских союзников, многие из которых располагались на материке. Соответственно, и сам Демос имеет титул защитника, покровителя островов. И старший всадник к нему обращается соответственно. О, светоч священных Афин, защитник островов. Получается, что-то похожее на постоянный эпитет у Гомера, у эпического поэта, на афинский Демос. Это защитник островов по определению. Причем, конечно же, имеется в виду подвластные острова. В другой комедии «Птицы», поставленной на городских Дионисиях в 414 году, до нашей эры один из персонажей получает прибыль от такого положения. Он откровенно говорит о себе. Я судебный пристав по островам, заодно и доносчик, сикофанд. Он рассчитывает воспользовать крыльями для того, чтобы эффективнее облетать союзные города и пугать судом союзников. Это такая комедийная ситуация, которая была основана на очевидных реалиях. Наконец, в комедии «Мир» Эйрене поставленной на городские Дионисии 421 года, жители островов в числе других групп афинского населения взываются для вызволения Эйрены, богини мира, Эй, земледельцы, торговцы и мастера, и ремесленники, и метеки, и ксены, и островитяне. Островитяне здесь поставлены на последнее, но совсем непочетное место вслед за ремесленниками и метеками, то есть чужеземцами, жившими в Афине. А в манифесте миротворческих усилий поэта сами Афины рассматриваются уже в ряду других островов. Поэт, обращаясь к зрителям, говорит устами предварителя хора, что вступил с чудищем войны в смертельную битву ради вас и других островов. Аристофан обращается прежде всего к афинским зрителям, но кроме них на Дионисии приезжали и союзники островитяне. Это был уже март-апрель, сезон открытия навигации в Эгейде. В этом контексте точка зрения комедиографа, поставившего своих граждан в один ряд с островитянами, кажется вполне уместной. Понятно и то, почему союзники островитяне занимали последнее место в этом ряду. Аристофан, который чутко улавливал настроение внутри гражданского коллектива в годы Пелопонесской войны, рассматривал острова как часть афинской державы, и остров был для него синонимом Пулиса, члена афинской архе. Восприятие островов в афинском театре зависело от жанра пьесы. Если в трагедии, что определялось ее сюжетом, острова воспринимались героико-мифологическом контексте, то древняя комедия, как мы видим, давала примеры политической географии, представления об островах, как они отримывали части афинской морской державы. Но как возник имперско-геополитический взгляд на острова, свойственный как Фукидиду, так и его современникам. Можно предположить, что афинян с давних пор одолевала зависть к островитянам самой природы, огражденным от сухопутных вторжений неприятеля. Напомним хотя бы о вражде с мегарцами за остров Соломин, а также о ненависти к жителям острова Эгина, которая побудила Афинян построить большой флот по предложению Нафимистокла. Сам вид, защищенный морем и процветающей Эгины, которая хорошо видна с афинского Акрополя, должен был побуждать афинских граждан к решительным действиям. Но это ведь не Карфаген, который должен был быть разрушен. Карфаген все-таки отстоял от Рима на добрые 700 километров. В данном же случае афининам напоминаний не требовалось. И как только афины стали ведущей морской державы в Эгейском бассейне, задача подчинения островов должна была стать на повестке дня афинско-политической жизни. Так и случилось. И афинские союзники островитяне, пусть и не совсем добровольно должны были подчиниться на Афине. Труд Фукидида дает множество примеров захвата афинниными островов и расправы с островитянами. Но афинии под предводительством Кимона захватили остров Скирос, продали его жителей долопов в рабство и заселили своими колонистами. Изгнали эгинцев с женами и детьми с их острова. Захватили необитаемый остров Аталанту. Расправились с восставшими метиленцами на Лесбосе. Совершили поход на остров Миноэ, что напротив Мегар. Произвели очищение священного острова Делос. И так далее, и тому подобное. Образцовый пример подобной точки зрения дает знаменитый Милосский диалог. Наконец, у граждан Афин возникает желание отгородить Афины от суши и напротив связать с морским Нупобеежьем и портом Переем длинными стенами. Как известно, по инициативе сначала Фемистокла, а затем и Перикла этот грандиозный замысел был осуществлен и Афины превратились в некое подобие острова. На псевдоостровном положении Афин основывалось выработанное Периклом стратегией ведения Палапанесской войны со Спартой. И в истории Нуфокедида Перикл увещевает своих сограждан. Подумайте, если бы мы были бы островитянами, кто он тогда бы мог одолеть нас? Поэтому нам уже теперь следует как можно яснее мысленно представить себе такое положение, при котором нам придется покинуть нашу землю и жилища, ограничиться обороной города и войной на море и не вступать в порыве гнева в сбой с превосходящими сухопутными силами Пелопонеса. Очевидно, но подобные вопросы обсуждались в афинском обществе. Есть не только свидетельства Фукидида, но и свидетельства псевдо-ксенофонта. Афининам вскоре после начала Пелопонесской войны пришлось на собственном опыте испытать преимущества и недостатки островного положения. Представление об Афинах как об островной державе оказало заметное влияние на самосознание афинских граждан. На этом представлении основывались многие военно-политические решения Афинин в период Пелопонесской войны. И только после поражения и, соответственно, ослабления Афин начинается постепенное ослабление морской составляющей полюса. Имперское отношение к островам в силу определенной инерции общественного сознания сохранялось в Афинах еще некоторое время после падения архе морской державы. Недолговечное существование Второго Афинского морского союза с 378 по 355 год до н.э. борьба Афин за последние подвластные им острова тому подтверждение. Но происходят и существенные изменения, которые отразились и в сочинениях ксенофонта, и в речах ораторов 4 века до н.э. Геополитические установки и представления могут казаться неприходящими, даже вечные. Но с исчезновением мира враждующих греческих полисов греки попытались наконец получить удовольствие от островов. Острова стали любимой темой парадоксографов, описателей катастроф, местом локализации утопии. Пропасть и не только хронологическая, но отделяет Лесбос эпохи репрессии Клеона против Митиленцев от Лесбоса, на котором разворачивается действие знаменитого любовного романа Дафни Сыхлоев. Острова, как объекты геополитики, исчезли в морской пучине, подобно Платоновской Атлантиде, и на их месте возникли совершенно другие острова, которые стали местом почетной, а иногда и предсметной ссылки. Но это уже совсем другая история римская. Благодарю вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ